Уже второй день продолжается тушение лесного пожара в окрестностях Домбая. Как всё начиналось и какова ситуация на данный момент, расскажет Майя Хамдохова. Столб пепла в горах Ганачирского ущелья. Накануне даже находящиеся там туристы принялись за красивое облако и остались на курорте. Вечером наблюдали над горой, думали облако, но это скорее всего был дым. А пол седьмого утра я встала и уже был очень запах, сильный гар. Я ещё думаю, кто же так рано жгёт костёр, а это оказалось, что где-то горит лес. Возгорание быстро распространилось по сухой и ветхой растительности, а после обеденный сильный ветер усилил огонь, делая его почти неуправляемым. Очаги возгорания пока что не удаётся полностью потушить. Мы находимся на территории Тибердинского заповедника, вблизи озера Каракёль, где с минуты на минуту прибудет авиация, которая произведёт забор воды для дальнейшей ликвидации последствий лесного пожара. Вертолёт помогает выявлять новые очаги возгорания в труднодоступных местах с воздуха. Применение авиации сегодня не представляется возможным из-за ухудшения погодных условий. Вертолёт планируется задействовать для тушения лесного пожара завтра ранним утром. Обстановка находится на контроле. На месте продолжает работу надземная группировка сил и средств от Единой государственной системы в предупреждении ликвидации ЧАЭС Республики. В количестве 219 человек 54 единицы техники. От МЧС России 108 человек 20 единиц техники. Спасателям Карачаева-Черкесии накануне удалось эвакуировать все 236 туристов, включая 43 ребёнка. Сегодня утром они разъехались по домам и на свои стационарные базы отдыха. Пострадавших среди них нет. Работы по тушению пожара продолжаются. Полицейские обеспечивают общественный порядок. Возгорание тушится специалистами совместно с добровольцами. То есть прикладываются все силы, все усилия для того, чтобы потушить очаги возгорания. Данная ситуация под личным контролем главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В круглосуточном режиме работает республиканский штаб по чрезвычайным ситуациям, куда входят члены правительства, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и других взаимодействующих структур.